Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, и мы с вами продолжаем в ежедневном формате говорить о ключевых событиях внутри Украины и за ее пределами. Начну, пожалуй, с новостей. В сети вы могли встретить информацию о том, что Верховная Рада Украины проголосовала за перенос Дня Победы с 9 мая на 8 мая, и назвать этот день как-то по-другому, там, День Памяти и Примирения. Но на самом деле такого голосования не было, и 9 мая в Украине как был День Победы, так и остается. Об этом также говорят и официальные лица в Украине, они говорят, что мероприятия могут проходить только такие, какие разрешены в военное положение. И что правоохранительные органы будут пристально следить за тем, чтобы не было каких-либо провокаций. Но на самом деле посмотрим, как оно будет ближе к 9 мая, поскольку, в принципе, есть предпосылки к тому, что в некоторых городах, населенных пунктов, будет введен круглосуточный комендантский час. То есть, как 2 мая в Одессе, люди просто без спецразрешений не смогут выйти на улицу. Теперь же переходим к основной теме, частично мы о ней говорили уже вчера, в итоговом блоге, но хочу раскрыть ее больше. Эта тема касается увеличения количества заявлений от представителей украинских властей касательно того, что мирного договора с Россией им не надо, могут они с Российской Федерацией подписать только капитуляцию. Напомню, что формально, несмотря на разного рода заявления и очень жесткую риторику с обеих сторон, переговоры продолжаются. Встречи, правда, не происходят. Периодически мы узнаем о том, что состоялись какие-то созвоны между представителями украинской и российской делегаций. Но в целом можно пока говорить о том, что в переговорах наметился такой конкретный тупик. Ну и предлагаю реконструировать в нашей памяти, с чего, собственно говоря, начались такие заявления с украинской стороны. В начале этой недели почти синхронно о том, что никакого мирного договора Украине не нужно, только капитуляция Российской Федерации, заявили секретарь СНБУ Алексей Данилов, а также глава украинской разведки, которая ГУР Кирилл Буданов. Потом, во время стрима на канале Фейгина, Алексей Арестович так сказал, что, ну, Данилов же это официальное лицо, он просто так ничего не говорит, поэтому, ну, вот, значит, да. То есть все эти заявления можно, в принципе, свести к одному предложению. Мир с Россией возможен только после ее капитуляции. И все мы с вами помним стамбульскую встречу, 29 марта, я записываю такой, ну, знаете, оптимистичный блог касательно того, что вот, Украина впервые предложила написанный план, там прописана нейтральность Украины, внеблоковый статус в обмен на гарантии безопасности. И этот блог до сих пор висит, вот прям, когда вы сразу заходите на наш канал. Но теперь уже не одно, а даже есть несколько заявлений от представителей украинской власти, что они не собираются отказываться от намерений вступления в НАТО. Потом звучали разные объяснения, почему эта позиция поменялась. Кто-то говорил, что из-за Бучи, кто-то говорил, что из-за Мариуполя. В общем, все сводилось к тому, что из-за действий Российской Федерации, вот украинская сторона решила, что с такими людьми договариваться не получится. И надо стоять на своем, на той позиции, которая была ранее. То есть вступление Украины в НАТО. В ответ Дмитрий Песков сказал, что после подобного рода заявлений есть сомнения в том, что переговорный процесс может как-то результативно, в принципе, закончиться. И в целом все действительно выглядит так, что переговоры на данный момент поставлены на паузу. И все ждут, какой же будет исход битвы на юго-востоке Украины. Не только на востоке, но и на юге, поскольку в последнее время сводки с обеих сторон говорят, что на юге Украины тоже идут сильные бои. Но здесь очень важный момент. Ужесточение риторики в Киеве произошло после ужесточения риторики на Западе. Мы с вами прекрасно помним, что в последнее время там как раз таки говорят о необходимости войны до победного конца, подразумевая победу Украины в этой войне. Но на самом деле украинское руководство, делая подобные заявления, следуя вроде как риторике Запада, преследует цели, связанные не только с войной и переговорами с Россией. Нет. Есть еще цели и внутриполитические. Какие именно? А вот сейчас об этом и поговорим. Начнем, пожалуй, с высказывания Данилова, которые он озвучил во время национального телемарафона 2 мая. «С Россией мы можем подписать только их капитуляцию, и чем быстрее они это сделают, тем выгоднее это будет для их страны». Если вспомнить предыдущее высказывание, то Данила в принципе любитель говорить что-то такое этакое жесткое, и очень часто создается впечатление, что это он делает по собственной инициативе, такие у него воззрения. Но в этот раз, похоже, тут другой случай. Я уже упоминала, что во время стрима на канале Фейгина Алексей Арестович сам сказал, что Данилов произнес эту фразу, эти предложения не просто так. Также добавил, что Данилов чиновник высшего ранга, как будто дополнительно обращая внимание на то, что позиция это согласовано там. Но давайте вспомним другое событие, которое произошло 3 мая. Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны выступил перед депутатами Верховной Рады Украины и произнес там речь. Но насчет капитуляции Российской Федерации как цели ничего не было сказано. Синхронно с Даниловым, как я уже сказала, на тему окончания войны высказался и глава ГУР Кирилл Буданов. Мы это с вами обсуждали уже в одном из блогов, но тем не менее повторю, поскольку вот интересный такой момент. Он сказал, что у России есть всего два варианта. Первый, Россия распадается на несколько государств, а второй вариант это в России меняется руководство. И новое руководство делает вид, что вообще не понимает и никак не относится к тому, что делало предыдущее руководство. Он как бы не произнес, что Россия проиграет, но как бы оно подразумевается. Еще он сказал, что Россия будет вынуждена отказаться от занятых ею территорий других стран. Там Курильские острова, Калининград и так далее. Еще один вывод, который можно сделать из заявлений украинской власти. Цель войны – нанесение как можно большего урона и по возможности поражения России. Это, очевидно, ставит на паузу переговоры между Киевом и Москвой, о чем мы с вами говорили еще довольно давно. И, казалось бы, и так огромное количество противоречивых заявлений делается, в том числе и от официальных представителей оргов государственной власти Украины. Но 3 мая вот эту цель войны, смену позиций подтвердил украинский посол Великобритании Вадим Пристайко. В эфире британского телеканала он прям выразил уверенность, что военным путем можно изменить ситуацию в пользу Украины. И это он, по сути, сказал, что после бучи с этими людьми за стол переговоров украинцы садиться не хотят. Но, опять же таки, официально Украина из переговорного процесса не вышла. Еще одним важным сигналом и тоже косвенным подтверждением смены позиции стало признание вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной. Она сказала, что Киев не отказался и не отложил намерение присоединиться к НАТО. Об этом она заявила в интервью испанской газете, которая вышла 3 мая. В целом же позиция украинского руководства, которое ранее было готово до нейтральный статус Украины и на не вступление в НАТО в обмен на гарантии безопасности, стала меняться по мере того, как стала понятна скромность военных успехов России. Из-за серьезного сопротивления в Украине, которое она встретила, а также из-за серьезности ставки коллективного Запада на разгром Путина. Доказательством чего, собственно говоря, стали поставки тяжелых вооружений, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Там, я напомню, согласовали ленд-лиз. Ну и все, как мы помним, начало меняться с позиции Запада. В Европе и США, заметьте, в последнее время все реже говорят о необходимости мирного урегулирования. И все больше делают упор на нанесение России максимального ущерба. Показательное в этом плане недавнее высказывание главы британского МИДа Ли Страс. Она назвала победу Украины в войне стратегическим императивом для нас всех, то есть для коллективного Запада. Поэтому Киеву нужно больше западного тяжелого вооружения, включая танки, самолеты, противокорабельные ракеты, ну и так далее. Ради чего на Западе следует наращивать темпы производства? Одновременно они говорят о том, что против Москвы необходимо использовать все экономические рычаги. И буквально недавно мы с вами также говорили о том, что шестой пакет санкций хотят принять до 9 мая. И туда очень хотели бы включить нефтяной эмбарго, но пока не получается. Также из уст Ли Страс, подробно вообще ее эту такую программную, я бы сказала, речь, мы с вами разбирали уже вот в этом блоге. Поэтому если еще не смотрели, обязательно посмотрите. Там много концептуальных вещей со стороны Запада. И она там еще говорит следующее, вот особенно хочу выделить. По ее мнению, главное не дать Путину заявить о победе в Украине и использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка. В идеале нужно еще добиться изгнания российских войск не только с тех территорий, которые были заняты с 24 февраля, но и с Крыма и из Донбасса. Конечно же, стоит отметить, что Великобритания среди украинских союзников, безусловно, является ястребом. И вряд ли стоит сказанное главой британского обида считать консолидированной позицией Запада. Ну и стоит заметить, что Германия, которая недавно еще призывала к мирному урегулированию, высказывалась против поставок тяжелого вооружения, все же согласилась на отправку оружия. Ну и вообще Шольд сказал, что он, конечно, пацифист, но сейчас для него не время для пацифизма. Также он сказал, что мира на условиях Путина не будет. Так что на Западе, по сути, принято решение снабжать Украину оружием по полной. Ну а вернемся к внутренней украинской политике. Конечно, во время войны она не такая, как была раньше, и большинство политиков, политических деятелей и политических партий, часть из которых теперь вообще запрещены, особо как-то публичной деятельностью не занимаются. Касательно вот этих всех заявлений, украинский политолог Руслан Бортник говорит. Украина повышает ставки. Если в первые дни войны Киев был готов обсуждать российские ультиматумы на переговорах в Стамбуле, часть требований уже была отброшена, а компромисс обсуждался только в плане внеблоковости и нейтральности Украины, то сейчас переговоры и в целом мирное соглашение пока не в приоритете. Мол, если Россия хочет договариваться, то по-новому или разговора не будет. Уверенно селяют, думаю, западные поставки. Но по мнению Бортника есть еще одна подоплека. Это игра с общественным мнением. Все-таки элементы усталости от войны проявляются. Обществу хотят показать, что перелом в конфликте близок, что нет никаких шатаний, в том числе и в эстеблишменте, что никто сдаваться России не собирается, напротив, выставляются новые максимально жесткие требования к ней. Те, кто делает подобные заявления, трезвомыслящие люди, которые хорошо чувствуют их адресат, патриотически настроенную часть общества, которая вообще-то сейчас всех и ведет за собой. Впрочем, эксперт допускает, что не все во власти разделяют подобную позицию. И что разные кабинеты банковые могут вести свою линию в отношении завершения войны. Как бы то ни было, Москва резко ответила на такую риторику Киева. Там, похоже, считают, что украинское руководство боится последствий заключения мирного договора. И тут достаточно вспомнить высказывание Дмитрия Медведева о том, что никакой мирный договор Зелинскому не нужен. Для него это в любом случае конец, как он недавно написал. И тут Бортник добавляет, Москва, конечно, реагирует, но постольку поскольку. Там укрепились во мнении, что ведут войну не с Украиной, а с НАТО. И поэтому позицию Киева не воспринимают как серьезную и конечную. Другой политолог Вадим Карасев считает, что параллельно реальной войне идут еще и лингвистические сражения. Обе стороны жонглируют терминами, малопонятными даже им самим. Россия говорила о деноцификации и демилитаризации, так и не сумев толком объяснить, что имела в виду. Не исключаю, что новую порцию необычных формулировок мы получим от Путина на 9 мая. Победа в спецоперации – это захват разрушенного Мариуполя. Теперь на нашей стороне говорят о капитуляции России. Но что это? Поражение российских войск на Юго-Востоке? Уход из Крыма? Наш флаг над Кремлем? Смерть Путина? Или остановив с помощью западного оружия российское наступление, мы скажем, что капитуляция – это провал путинских планов? Взять все-таки Киев и сменить власть в Украине? Слоняюсь к мнению, что пока что угрозы звучат в переговорном контексте. Что бы ни говорили об этом процессе сейчас, это заделы на будущее. Усиление давления на противоположную сторону. Остаюсь при своем, что к концу мая все-таки Киев и Москва будут вынуждены вернуться за стол переговоров. Такое мнение Вадима Карасева. Ну, поживем. Увидим. Пока только начало мая. Ну, а вот касательно переговоров, мы же с вами прекрасно помним, да, что Украина говорила о нейтральном статусе, который может быть утвержден только в случае, если Украине взамен на это будут предоставлены гарантии безопасности. Так вот, буквально сегодня о разговоре про такие гарантии сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Причем круг собеседников по этому поводу у него был достаточно высокопоставленный. Внешнеполитические советники Британии и Германии, а также советник президента США по вопросам нацбезопасности Салливан. То есть, несмотря ни на что, диалог продолжается. Ну, очевидно, опять же таки, что стороны ожидают перелома ситуации в свою пользу на фронте. Ну и произойдет это или же нет, мы с вами, как уже говорилось неоднократно, узнаем в ближайшие месяц-два. Такая информация, друзья мои, вам к размышлению. Есть такие заявления, которые делаются не просто так, а с конкретной целью. Но сработает ли это? Это другой вопрос. Не забывайте подписываться на наши каналы. Страна Юэй, который, к сожалению, недоступен к просмотрам в Украине, но может быть доступен, если вы в настройках своего аккаунта поменяете местоположение. И есть ясно-понятно, которое можно смотреть из любой страны, чтобы вам все было, собственно говоря, и ясно, и понятно. Также сегодня вышло первое и чуть позже выйдет второе видео для спонсоров нашего канала. Не забудьте, пожалуйста, посмотреть все те, кто поддерживает наше издание. Если вы еще не стали нашими спонсорами, но у вас есть такая возможность, вы можете это сделать очень легко. Если эта функция, конечно, доступна в вашей стране, достаточно пройти по ссылочке в описании, где написано официальное спонсорство тут. Совсем скоро увидимся. Пока. Продолжение следует...